О, я хочу так сложить. Микриттан Речик, Царю Небесный. Мина, там поешь, а не поешь. Царю Небесный, утешитель души истины, И же везде сны, и вся исполняя Сокровище благих и жизнеподателю Приди все лисяны, и очистины от всяких скверны И спаси блаже души наши Ты оторвал его отдельно от того? Милостивый Господи, мы просим Тебя, Благослови нас, чтобы Слово Твое Обильно в силе от сердца наши Ибо Ты сам сказал, чтобы мы исследовали Священное Писание, ибо через него Мы думаем иметь жизнь вечную, и оно Свидетельствует о Тебе. Наполни жизнь нашу Памятованием о Твоей Великой Голговской Святыне, чтобы сердца наши были готовы Благовесствуйте другим погибающим, которые не знают Тебя Слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух Я вот хотел вам задать сразу вопрос, как бы задание такое Вот то, что вы видите вокруг Вы постарайтесь себе на один вопрос ответить Само это по себе, или кто-то этим руководит? Однозначно руководит Я вот только думаю всегда, когда доходит до меня информация о том, что происходит в мире Я думаю, если бы не удерживающая разъясница Божия То мир бы давно уже перестал почитать, как только что мы пили в этой песне Я выставил материалы сейчас Ильва Николаевича Толстого Несколько рассказов подряд идут Я их знал давно Это было сегодня в 22-й том занесли А тогда какое-то иззади было Видимо не полное В 16-м, кажется, томе это было Посмотрите, как три брата жили И что из этого получилось Сатане было очень не по себе, что они живут мирно Он решил их поссорить Один был, закончил военную академию Другой там менеджера, купеческая А третий в сельском хозяйстве работает А в сельском хозяйстве кто работает? Дурак Фермер-дурак Другого его имя нету Но от него все питаются И дальше он разворачивает Посылает дьявол своих слуг, привретов, бесов И они всех могут смутить Кроме одного, который на худом комбайне работает Ничего не может с ним сделать И все Тогда посылает второго демона Третьего Наконец сам сатана пришел Ничего с ним не может сделать Почему? У него же жена там, кажется Не жена, это сестра Такая же самая, как он Работать, научились Он своими лгами работает И все время, что люди делают Видно сзади, как пристраивают Вы не думаете людей просто показывают Вот ребятишки ставят иногда фотографию Вы не знаете, что это? Я говорю, зачем ты это взял? Он не знает где-то Он показывает, что за этим человеком И то, что делается Стоит кто-то Кто? Рогатый, хвостатый Вот кто стоит С перепончатыми крыльями добавим Вот посмотрите Вам-то, ну, вы видите на улицу где-то, видите А когда человек в интернете Большие связи, а у меня это тысячи Вот у нас сейчас 312 только подписчиков На наш ютуб Только подписчиков Которые Вот я сегодня ставлю вот это занятие У нас сразу к ним на стол поступает Подписчик, означает он Мгновенно получает все, что я выставляю И посетителей 102 тысячи 102 Недавно один стал делать подсчет где-то Псетки полтора миллиона То есть это уже, ну, цифра Говорит о чем-то И вот видишь, людей много Найти, чтобы была в платке Это бабка какая-нибудь совсем уже Ну, из ума выжившая, как говорится Ни одной нет в платке Молодые, старые, православные, баптистские Когда наша появится, вот такая голубица сидит Глянешь на нее совершенно другой вид Вот другой она все показывает Это совершенно другой человек Вот Ты только убери, поставь настоящую Да, глаз отрубила себе, что ты? Это я не отрубила, это у меня так Я не могу его вытаскивать Ну, попроси кого-нибудь Можем подумать, что шпион какой-то выглядывает Да Вот так вот одна так идет А я поменяла Поменяется Ну, в общем так И вот я заметил, что Когда мы дорогой ехали Ну, это Ну, не худо Допустим, возьмем в том направлении От Владивостока до Германии Абсолютно везде одинаково Без платка женщины Вот без платка и все Как только заехали в Южную Республику Все сто процентов с платками Это научение Я говорю, а почему ты без платка? Ну, жарко Ну, хорошо А вот у тебя фотографии Ты осенью идешь Зимой она пошла Какой-то Но платок не наденет Какую-то шапочку Беретночку Что-нибудь Она схимичит Но только не платок Который ей положен А чтобы по форме вот так идти Как у отца Кирилла Сахарова Через всю Москву Столицу нашей Родины Едут все одеты по форме Они не переневаются здесь Ни одна У него там И храм рядом с храмом Христа Спасителя Это проповедь Сразу видно, что это не тот человек Вот я, допустим, с бородой Когда моложе был А что ты как козел Дикобраз зарос Бороду отпустил О, уже начало Мне это очень самое подходящее Я начинаю сразу Объяснять, кто такой козел На какой стороне будет стоять Сошлись на Евангелие Он уже забыл Даже, что он человек Он теперь видит себя козлом А расставаясь со мной Он видит во мне Или судьей Или еще выше Выше Вот у мужчин Я говорю открыто это В думе когда сидят Показывают Адольф Гитлер Показывают маршала Советского Союза Все в галстуках Американские военные Все в галстуках Одинаково все Разная система Все Я решил спрашивать Почему галстук И подхожу к университету Где веду занятия Первого спрашиваю Идет в галстуке Извините пожалуйста А почему галстук носите Ну помните Шариков все сказал А что Красиво Шариков ответ Ну что красиво Это удавка Тебя сейчас схватить за нее И задушить можно Это же ошейник Оборванный Ты хозяина не знаешь Кто тебя ведет за этим Зачем он тебе нужен Ты деньги платишь Ну а как же А вот у нас обратился Отец Василий Толстенко Я говорю Два раза Полную Печки набил Пока сжег их Вот сколько Да при какой рубашке При каких полосках Какой цвет Мне Валера Сокольский Рассказывал Это не просто так Но Он может его затягивать Может маленько ослаблять Но если галстук снятый Повторяю Ни одного из них Я не видел Чтобы пуговики Были застегнуты Верхняя пуговика Расстегивается И все У нас потеряемки Такие есть Верхняя пуговица Говорит о собранности А тебя кто-то учил Чтобы она Расстегнута была Да нет А почему она Расстегнута Теперь я открываю Интернет и показываю Давай полторы тысячи человек Все до одного Ни одной Расстегнутой нет Ты в армии был? За эту пуговку Тебя сгноят У нас один был По трибуналу пошел Одно не подчинился Его Картошку чистить Он не пошел Дальше ему Голфтвахту Он там бузить Начал из-за пуговки Наконец пошел По трибуналу Как сейчас Помню Подгорная фамилия Вот кто это учит? Я тебя заставляю Вот это вот Нет не заставляю Но ты знаешь Что это вредно Ну допустим Это он не знает Вредно Ну вот табах И прочее Что это? Это не заложено Вожделение Стремление К противоположному полу В человеке заложено Плодиться и размножаться Это заложено А это не заложено Это на другом уровне Это целая работа Вот это мы надо учить Вот что мы сейчас проходим Я не кое-что буду говорить Без имен Сегодня А вы сами подумайте Была одна община В 3.9 государстве В 3.10 царстве Где-то Они не подчинились Не захотели Под государственную структуру Лезть И они теперь Со всех сторон Обходят Конечно Они могут подослать киллеров Насыпать яду Там то другое Но это было При Диокритиане Допустим Не сегодня Как они уламывают? Любыми путями Принеси жертву Вместе с нами Понимаете что? Вот Немножко только Патриарх был феодот Ты только с ним Принеси Максим Один раз жертву Вместе с нами Больше ничего тебе не надо И тогда иди Своим монастырем Пусть монахи веруют Как надо Мы тебе не против Но один раз Вместе с нами С одной чашей Причастись Сегодня другое Они делают Потому что Мы признаем Благодат А сеть Маленькая Обстановка другая Любыми путями Страхом Если не получается Как Собаковод хороший Он его начинает Приглаживать С собой У меня карманы Все были засалены У меня там Мясо лежало Колбаски Обрезки Я давал собаке За хорошее выполнение Они начинают ему Какую-то награду дать А вы не мои Как вы мне награду дадите Это не то что Ну допустим Орден Религиона Французы присвоили В одной войне же Воевали Жукову Это может быть В церкви этого не может быть Папа Римский Свои награды Не может давать По повышению Не может И старообрядцам Никто Из Никаньян Как они называют Патриаршей церкви Не может Это только внутри себя Вот это что опасно-то еще Они с этой стороны Начинают Если отвергли Их там Там Не признаем Значит А мы будем давать награды А ты взглотнешь И скажем Да ты же принимал награды Ты признал что она действительно Значит об этом надо молиться Я говорю Я крестьяна в эпоху Понятно Мы где-то Рядом Они не знают что делать Я говорил А делая такие стандартные Шаблонные подходы Просто Срамно слышать Ну У меня вопрос Вот вы говорите О том что От кого это Да Речь идет о том Что Такая ситуация Маленький ребенок Ему пять лет Пять лет Такой талант у него Там Ну по музыке что-то Талант очень большой И мать подошла Гуляют две матери И мать подходит к другой Говорит Можно я с вами подружу Мы в одном доме живем Она говорит Можно И будем вместе детей Смотреть И вдруг ребенок этот Подбегает Подбегает ее ребенок Она такая воспитанная Все подбегает И давай Ругаться на эту девочку Такими словами Хульными Страшными Недетскими Недетскими Мать вот так оторопела А девчонка так Глухонемая Она не слышит Что ей говорят то Вот у этой второй матери Она стоит Мать то Ты что Ты замолчи Ты что Ты что говоришь то А он отбежал Стал катиться С этой железной И тут мужчина стоит И ребеночка Раз схватил Он как его Давай ругать И тоже Недетские выражения Пятилетнего Нет таких выражений Совершенно Они не знают Мать в шоке Схватила и убежала А потом приходит К ней говорит К нему Говорит Ты что делаешь Он говорит Мамочка Он заснул после этого А потом просыпается Он говорит Ты что делал Ты что Это с тобой происходит Он говорит Мама это не я Во мне кто-то Заставляет Это говорить Меня Меня заставляет Кто-то говорить Кто тебя заставляет И пошла Просить прощения У этой женщины Эта женщина врач А она говорит Простите меня И ты проси прощения И ты проси прощения Он говорит Прошу прощения Как ребеночек Заговорил тут уже И она говорит Я вам хочу сказать Что он мне ответил А она говорит Да Это есть такая Она медик В клинике Какой-то там работает Она говорит Есть такое Как-то назвала болезнь Я не знаю А по-простому Это говорит Одержимость У вашего сына У маленького Пятилетнего Александр Иванович У нас это я хотел сказать Вот эта вода Святая Агиасма называется Это когда подается В это время А женщина одна Стоит и там Кричит в храме А он стоит Устинов Приговоренный к расстрелу За слово Божие Володя Устинова Отец Герой веры Я стою Говорит И молюсь сзади Ты боишься дух А он кричит прямо Выйди из нее Выйди из нее Но он никуда Ничего не выходит Тогда решили ей воды дать Она не надо Она орет Руки прочь Как только он И маленько отступил Она говорит Давай Она скорее Проглотить А потом подошла К нему А я говорит Сзади стоял Ты подходит Ему говорит Александр Иванович Ты молишься Чтобы он ушел А он тебя Нисколько не боится Вот и все Это кому как давно И тогда он проявляется Притом Почему она Ненависть такую показывает Она сказать не может Ее спрашивают Почему ты возненавиел Как я о галстике спрашиваю А зачем тебе это нужно знать Другой Ну все так носят Ни один не ответил Я говорю Это масонский знак Это восстановление масонов А теперь Такого маленького пацаненка Уже привязывает Его приучает Ну как собачонку Делает Зачем Научитесь смотреть За видимым Что то там есть Не видим Кто это все делает Почему Я эти вопросы задаю В интернете Только один человек Ответил о галстике Один на всех И ответил абсолютно правильно Как будто считают Все Иди занятие Ну тема сегодняшняя Она звучала И в проповеди батюшки И уже сегодня На собрании Об этом говорилось Тема такая Животрепещущая Да Злободневная тема На все времена Человеческого бытия Наверное Нам по нашему Православному вероисповеданию Известно Что душа после смерти Будет проходить мытарство Сколько мытарств? Как говорят? 20 мытарств Так вот на одном из них Погибает душ Больше число Чем на остальных Вместе взятых Это и есть тот грех О котором мы сегодня Будем говорить И который вот Звучит В 13 стихе Первого послания Апостола Павла Каинфина 6 глава Мы еще раз В прошлый раз Им закончили Вернемся к этому стиху Чтобы мы соединили Наши мысли С предыдущим занятием Пища для чрева И чрева для пищи Но Бог уничтожит И то и другое Тело же Не для блуда Но для Господа И Господь Для тела Толкование Филакта Болгарского Чревом называет Не просто чрева А чревоугодие А не член нашего тела Пищей же Неумеренное употребление пищи Итак Смысл слов такой Неумеренное употребление пищи Находится в дружбе И расцвет с чревоугодием И наоборот И то и другое Не может привести нас К Христу Напротив Преданных Себе Пересылают Взаимно одно к другому Неумеренность к чревоугодию А чревоугодие К неумеренности Не чрево Но чревоугодие И не пищу Но неумеренность в пище В слове уничтожит Некоторые Некоторые Неумеренность к чревоугодие И неумеренность к чревоугодие Апостол говорит о чревоугодии Апостол говорит о чревоугодии По поводу речи о блуде Ибо следовало бы сказать так Тело же не для брашен И не для чрева Но он не так сказал А как? Не для блуда Показывает Что бывает Следствием Телесных наслаждений Именно Блуд А смысл Слов его такой Тело говорит Не для того Создано Чтобы утопать В наслаждениях И впадать в блуд Но для того Чтобы повиновалось Христу Как главе своей А Господь Управлял им Как глава Вот вспоминаются Лозунги Из коммунистического Недалекого Удовлетворения Всевозрастающих Потребностей человека То есть Человеческие потребности Безграничны Одно Удовлетворил Следом Требуется другое Так что В принципе Это было правильно Но это было правильно Только с мирских позиций А с позицией Священного Писания С позицией Вечной жизни Конечно Только так понимать нужно Как только что Мы слышали Толкование Филакта Болгарского Я уже в прошлый раз Говорил Что вот есть Такой рассказ Я вспомнил Кто автор Лисков Написал Невинной пруденции Где говорилось О том Что когда Человек вынужден Был поститься Он забыл И о том Что собирался Жениться Что ему там Нужно было Иметь какие-то Наслаждения телесные Так что Пост наш Ну благо нам Поэтому Любить должны Вы пост И сейчас Я ее поставь Да Еще Не так давно Меня мысль Посетила Хотя давно Посещала Вот Игнать Ихныч Когда говорил Мысль такую Что сейчас у нас Жизнь такая Что Треугольник Холодильник Диван Телевизор Ну и говорит По пути еще От холодильника Диван В туалет зайдешь То есть Вот это вот Я думаю Что же в ней Какая мысль А мысль такая Когда ты остаешься Один Вот Чревоугодие Довольно Сильнее Развивается Чем когда Ты находишься Будем говорить В компании А если Мы возьмем Христианскую жизнь Да Если мы возьмем Христианскую жизнь То Нахождение В братской В братском обществе Оно Очень сильно уменьшает Потребность В чревоедении Общение Радость Потому что Радость Это от общения И Вот эта пища Она Даже не то Что Бескусная Ты понимаешь Что это не то Удовольствие Которое ты Хочешь сейчас получить А это Духовное удовольствие Внутри Удовлетворение Прям Даже удовольствие От общения С родственной душой И причем Когда ты где-то Благовествуешь Это пропорционально Увеличивается В чреве Почему Когда ты говоришь С людьми Которые совершенно Тебе родственные Близки Потом так Охота Поперекусить Чего-нибудь Соки Такое Пишня Какого-то Из тебя Понимаешь Вот вышла Какая-то Необыкновенная Сил И совсем другое Когда Братское Общение И можем даже Так сказать Отсюда Я могу Подтвердить Местами Писания Как ни странно Да А деяния Святых апостолов Когда Диаконов Избирали Восьмая Глава Диаконов Они там Никак не могли Все Этот Стол Правильно Упорядочить То эти Которые Приносили Побольше еды Богатые Они тут же И съедали Пока Видать Там Скромно Стояли Стояли В уголку Те Нищие Сироты Вдовы Они Быстренько Тут Парабрали Че У вас есть Что-нибудь Поесть Нету Ну ладно Строитель Раз Тут Решили Как же Так И всем Доставалось По равну Вот как Наша Трапеза Вроде Скудно Но Какое Обилие Любви Чувствуется Во всем Это Поэтому Я думаю И о блуде Также Надо Рассуждать Чем Больше Мы находимся В братском Общении Тем Меньше Голова Будет Забита Вот этими Глупостями Это Точно Вот этими Причем Нечестивыми Глупостями И Еще Дальше Пойдет Мысль Чего Это Вдруг И Особенно Для Молодежи Вот это Братское Общение Нужно Почему Они между Собой Начинают Общаться И ты Смотришь Вот он Только Что Был Серьезный А он Подошел К себе Свойственному Ну Вы Понимаете Никто Не Понял И Вот Они К себе Свойственному Подошел И Уже И Пальчики Пошли И Ручоночки Такие С Прутиком И Ножки Крестиком Уже Все И Блазки Такие Засияли Уже Все Начинают Как Урангутанги Какие-то На своем Волне А я Это все Говорю Специально Для одного Брата Который Молодой И Смотрю На него Он уже Такой Точно Они Вот Приблизительно А когда Они находятся Среди Братьев Старшего Возраста То есть Понимают Все Но у нас Есть и Подающие Надежды Тоже Там Недалеко Сидят Кстати Очень Очень Подающие Помоги Господь Поэтому Я думаю Что Нужно присутствовать На братских беседах Хотя бы Немного Пускай Как дети Еще Там Немножко Постояли Послушали Службу Обратно Но Ну Надо быть Среди Братьев И мы Это читаем Опять же Деяник Святых Апостолов Когда были Общины И там И семьи Были И все Вот вместе И когда Самое Интересное Я Что Сейчас Опять Мысль Пришла Когда Начинаешь Разговорить И говоришь У нас Община Особенно Раньше Было Сейчас Как-то Община Уже Все Понимают Что Община Это Там Где Батюшка Где Церковь Но Не до Конца Понимает Правильно Это Все Еще Приходы Община Никто Не знает Какая Она Но Патриарх Говорил Об общине Я Сказал Три Недели Назад Он Сидел Отвечал На письма И Говорил Об общине И я Так Удивился И мама Тоже Слушает Первый Раз Говорит Такой Чтоб Патриарх Заговорил И он Прям Община Община Там Старшие Есть Люди Старшие Сестры Там Опыт Религиозный Они Передают Я думаю Как дошло До утки Какие Только Века Непонятно И Все Это Оно Присутствовало Вот и Мы читаем И там Тоже Когда Все Вместе Были Все Рядом Все Это Отражается На Молодежи На Детях И Вот Говорят А как Вы там Все Вместе В этой Обще Не Живете Я говорю Да как Вместе Что Мы Вместе Ну Собрались Помолились Исследовали Слово Божье И все И мы Разошлись А у Самого Мысль Такая Откуда Они Знают Как Было В Деяниях Святых Апостолов А ведь Там Было Так Что Жили Все Вместе Рядом И Вот Начинаешь Жить Допустим Я без Родители Все Ими Живу Тут Приехали Родители Я Ну Так Обрадовался Сначала На второй День Опять Обрадовался На третий Что Радость Поискал Ну Нашел И думаю Что То Не То Ну 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 Дай Я Вскрою Себя Начала Я Вскрывать Ага Одиночество Подтягивает Затягивает И Все К чреву Все Каким То Тут Таким Свободным Мыслям А Это Все А Когда Ты Вместе Со Старшими Они Все Ребен Навивают О Чем Другом Ну Не Понятно А Тон Уже Все Старые И Ты Начинаешь Больше Любви Надо Оказывать Понимаешь И Я Тогда Раз Взглянул На Молодежь По Другому И Затягивает Их Внутреннее Одиночество Которое Внутри Сатана Развивает Специально Для Того Чтобы Это Все Развивалось Через Неудержимость Чрева Неудержимость Мыслей Помыслов И Там Дальше И Почему Они Не ходят И Бегут Отсюда Им Не Интересно Им Не То Что Не Интересно И Это Одиночество Внутреннее Им Оно Дороже Чем Какие То Какой То Опыт Который Они Могут Здесь Зять И Они Понимают Это На Уровне Как Вы Правильно Сказали Одержимости Другого Нет Что Недалеко Мы Зашли А то У нас Тут И Старшие Братьев Нет Или Нормально Придем Путем Ну А Место Писания Место Писания Можем Это Подтвердить Что Мы Сейчас Наговорили Можем Подтверждается Тоже Написано Что Вот Это Наше Собрание Все Что Мы Идем Это Сегодня Сказал Виктор Андреевич Само Начало Когда Говорит Что Смотрю Идут По Льду Скользят А Это Подвиг Настоящий Написано Подвиг Общения Должны Отдавать Мы Жертва Даже Ну Это И Есть Даже Жертва Общения Друг С Другом И Если Этой Жертвой Общения Не Будут Вот Этого Усилия О Котором Христос Сказал Этим Усилием Поднимается Царство Небесное То есть Мы Восхищаем Как бы Себя Как Барон Мюнхгаузен За волосы Вытаскивал Все смеются Да Нельзя Вытащить Да Нельзя Если Ты Сам Себя Тянешь А Господь Говорит И Утвердил Ноги Мои Вытащил Из болота И Утвердил На Каменном Месте Это Христос Сделал А Никто Не Видит Так А Духа Святого Никто И Не Видит Ведь Когда Кто То Говорит Ну Что Ты Духом Святым Питаешься Че Тебе Намазано Ну Ты Не Улыбаешься Даже Ну Действительно Духом Святым А Как Иначе Человек Дуалистичный Поэтому В нем Есть Две Бездны Бездны Для Падения И В В Том Числе В Употреблении Пищи Можно Уподобиться Свине И Животному И Даже Хуже И Бездна Для Совершенствования То есть Для Дангельского Состояния Отсюда Делаем Вывод Что Нам То Нужно Стремиться Туда Поэтому К той Бездне К Горе Нужно Стремиться К горе Я Вспоминаю Драть Сегодня Говорил О том Что Вспоминаю Себя Молодым И Был В Компаниях Далеко Не Таких Компаниях И Поэтому Действительно За Компанию Пробуждается Что То Такое Потребление Внутрь Нужно Напихать Себя Что Там Такое Ты Вспоминаешь Одновременно Фильм Сейчас Вспоминается Фильм Которым Освящалось Бракосочетание Да Там Какая-то Была Какая-то Свадьба И Все Ждали Голодные Когда Обкроется Дверь И Они Войдут В этот Зал Где Наставлен 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 И Показывается Так Быстро Специально Показывает Замы И Все Уничтожено Не Может быть Этот Фильм Так что А потом Приходилось Все-таки Осознание Того Что Для чего Это Нужно Я Понимаю Как Человек Посвященный Медицине Осознавал Что Это же Вредно Для твоего Организма Зачем Тебе Это Нужно Было Вообще Все Это Потребленное Тобой Так что Конечно Человек Который Избран Богом Он Наверное У него Посещает Такие мысли Которые Меня Посещали Но Это Богоизбранность Она Еще и Зависит От Тебя Пришла Такая Мысль Ты Должен Ее Развить То есть Довести До Совершенства И Тогда Ты Придешь В Нужное Русло Когда Господь Тебя Приведет В То Общество Где Есть Умеренность В Воздержание И Когда Есть Другая Трапеза Вот Мы После Трапезы Материальной Продуктовой Так Лавки Пришли Вот К этой Агапе Духовной И Она Более Ценно Ведет Нас Туда Горе Татьяна Возьминична Я хотела Приземленно Это Сказать Вот Последний День У нас Перед Постом Когда И Вот Что-то У нас Остается И Мы Так Стараемся Да Праздником Да Все Потребить А праздник Как называется Сидите Я перебью Не хочешь А ешь Да И мы Иногда Это Чрезмерно Насыщаемся Причем Это Ну Грех Нас Касается Вот Этот А написано Я вот Буквально Недавно Это Прочла И Меня До Такой Степени Это Поразило Что Это Лишает Тебя Потом Ты Постишься А Это Уже Как Пост Твой Заложен Да Может быть Сейчас Вот Кому То Это Пригодится Что В последний День Не надо Вот так Вот Чревоугодим Соседей Накормить Не празднуйте Праздник По очереди Людмила Степанова Я думаю Что Таня Сказала Она Правильно Сказала Где-то Прочла Но Дело Все В том Что Помимо Этого Человек Он Тоже Знает Что Ты Хорошо Нас Предупредила И Надо В этом Исповедоваться Что Пост Который У нас Будет Перед Нами Нам Нужно Его Соблюсти И Чтобы Он Нам Был На Настрой Не Ни 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 Слово Не Было Вам Дано Простите Николай Тут Понимаете В чем Дело Слушал Я Вас Слушал И Понял Значит Мы Почему-то Все Берем Дословно Вы Понимаете Если Блуд То Значит Только В форме Прелюбодеяния Или Другого Слова Понимаете Телесное Духовное Мы К этому Еще Вернемся Не Не Вот Вот Блуд Он Может быть Не Только Телесный Вы Понимаете Более Страшен Ведь Апостол Иоанн Бойтесь Блуда Ведь Понимаете Не Колбасы Холодильник Перед Постом Съел Больше Ну Это А Мера У каждого Своя У меня Желудок Три Килограмма Вмещают У Волга Двадцать Пять Килограмм За Раз Он Может Сесть К примеру Не О Животный Сейчас Понимаете В чем Дело Как Когда Не то Чтобы Там К сектантам Ходят Куда А Даже В форме Или Как бы В рамках Православия У нас Творится Такой Духовный Блуд Всякие Навороты Свечку Скрутить Там Через Левое Плечо Под Правой Ногой Пронести И Прочее И Прочее То есть Рубашку Принеси Мы Тя Поем Это Тоже Самая Блуд Это Грех Против Духа Святого Ведь Понимаете В чем Дело Вот Как Профессор Осипов Вот Недавная Лекция Он Говорит О том Что Ведь Таинство Любое К человеку Применимо И Оно Совершается Над человеком Только Если Человек Сам Этого Желает То есть Он Духовно Готов Принять Помазание Или Крещение Или Да Хоть Что Венчание Или Не Важно Что Стояли Не важно Что Говорили Что Венец Одевали А может Он Думал Эх Анька Осталась А я Подсунули В темноте Не понял Ничего Вы Понимаете В чем Дело Это Тоже Блуд Духовный Блуд Он Более Страшен Чем Телесный Потому Что Он Грех Против Духа Святого Телесный Это Против Жены Может Или Мужа Не важно Или Объедение Ну Да Я согрешил Ну батюшки Сказал Ну ладно Вот Пост будет Уж ты не ешь Ну поклоны Поделай Пост кончился И опять Такой же И остался Опять Холодильник Посмотрел Пост кончается Быстрее На базар Надо затариться И не горбушу Какую-то А корочка Там Ну Свининки Или там Говязинки Вы понимаете Потому что Ну Все съели Все собаки Скормили Это хорошо Собака Вот у меня есть Она все ест Вот в чем Беда Поэтому Бояться Не только Телесного блуда А более духовного Это мое такое мнение Вот Я сейчас вспоминаю Вот Как мы здесь Вот начинали Вот когда я в общину Пришел Вот сейчас Стою вот здесь Вот молюсь Раньше я стоял впереди Был такой тут Господин Слава Волков Он ко мне подходит Переслуг Говорит Раз в бок Че ты здесь стоишь Я тут должен стоять И все И я ушел И сейчас стою здесь И слава Богу Здесь лучше Смотрю вот на этот проем Как мы с Иваном Семеновичем Почившим Он был в моем возрасте Примерно Мы с ним прорубали Эту дверь Туда к сестрам Пилили Тут ходили Все И был такой запал Понимаете Как крышу шифером крыли Молодой я там лазил Сейчас я уже боюсь Даже дома крыл Думаю Ну все Это моя последняя крыша будет Ну страшно Даже с 2 метра высоты Уже в таком возрасте Опасно Как говорится Вот был вот этот Как первая любовь Запал В человеке Вот у меня он тоже был А потом Вы понимаете что происходит Ну наверное Человек Как говорится Заматерел А я вот думаю Ну заматерел То есть Стал матерым То есть А я понял так Что матерый человек Это может тот От слова Ну мать То есть родить Он может кого-то родить Матерый человек Он уже насытился Всякими мыслями Там умом Там сторонним Или книжек Он может кого-то родить Но кого может родить человек Если он Священное писание не знает Он рожает себе подобно Вот что мы видим сейчас Нас окружает Кругом Вот родили вот эти Матерые коммунисты Вот как Брат говорил Да Вспомните Хрущевские квартиры Кухня 4 квадратных метра Столовая Эта кухня Не нужна советскому человеку Будет столовая И мы одно время На Южном живя Со своей вот Единоверной А давай В столовой Ужинать Чтоб посуду не мыть И лень матушка обуяла Две тарелки помыть Пошли В столовую сходим Поедим Со столовой придем Ну что Сейчас поужинаем И спать Вот и все Потому что Общепит он никчемный был Ну это не о том дело И человека постепенно Это стало развращать Понимаете И сейчас то же самое День рождения Не дома там К примеру Пусть это мирской праздник Ну идут в ресторан А там это В ресторане Ну а сейчас Для особо избранных Домой Понимаете Это тоже объедение Вот они и блудят Кругом По городу ходят Вот у нас сейчас Этот Ну пост идет Да Все мы знаем У нас вот 11 сентября Нашему колхозу Против богу Я просто награду Приму Чтобы бога прослали Что я приду Вот с бородой Потому что Нет таких В колхозе Вообще Нету 700 человек Жителей Эти работников Вот и все Они вот ходят А все рады Там ждут У меня вот газ Тут новые колготки Купить надо Для кого колготки Только для мужа Колготки нужны новые Больше их никто не увидит Вот это и блуд есть То же самое А хотя вроде У меня верная жена Я говорю Ну на работу идет Краситься Да Вот и все Она красится Это для чужого дяди А не для тебя Для тебя-то халат дырявый И волосы вот так В разные стороны Как собака Из-под капли сена Вылазит У нее вот так Все торсит Вот дома-то Что ждет Это тоже блуд А начинаешь Говорить У тебя только одно на уме Да Потому что через это Прошел И я много видел Не блудил И жена не блудная Слава Богу Но я это видел В окружающих Что это И сейчас у меня В родственниках Плошь и рядом Раздрай Все Пока Все Да, я не Можно? Да, вы Такой Я не то, что оппонент Разговор, конечно О духовном Это все правильно Брат поднял Но большинство Все-таки погибнет Брать не на духовных Мытарствах А на настоящем Что-либо Есть Сто процентов Прозаическом Физическом Блуде Все Я вам скажу Я вам хорошо Разговор идет О духовном Брат Зарел О духовном Сколько процентов Духовных людей Которые могут Блудить Ясно, что не просто Меньше Не в разы даже Ну А в десятикратно Меньше Вот как Поэтому, конечно Но то, что ты сказал Это совершенно правильно И один святой Не помню кто Арсений, по-моему Да? Игнать Игнатьев Когда его спросили Ну, ты убийца Да, братья Человека-убийца Они проверяли Нет, нет Пахомий Агафон Агафон Господи, дай память И когда ему сказали Ну, ты же С еретиками общался тоже Он сразу вытер Слезы гнуть Стал Нет, не общался Еретик А, прям еретик Сказали, да? Он сказал Нет, братья Это во всех грехах Нет, никогда Не был еретиком Так, что только Не говори А почему? Он объяснил сразу Потому что там Влечение природы Почему я своровал вещь Она мне понравилась Полюбилась, глаза Амахан взял Иисуса Навина Зарил Я дальше его Уничтожили Дальше блуд Я прельсился Потому что Ну, красивый И так и везде объясняют Да, в этом виноват А там Влечение Мое, природное Да я сильный такой Да чтоб ты сдох Да я тебя раньше бы Все Убил Убийца Ненавидящего брата Я несколько раз На молитву остановился Я знал, что я ненавижу его Он сумел Проелезти через эти дебри Самооправдание А когда еретик Нет, это Произволение ума Это добровольно Я должен отвергнуть Учение церкви Должен пренебречь соборами Должен пренебречь святыми отцами И стать еретиком Вот у еретиков У них намертво отшиблено Понятие церкви Притом я говорю Что такие хорошие люди Вот у меня в интернете Включаются Положения Понимания церкви Никакого нет Он где двое или трое Что меня Бог отверг Я его принял Я был наркоман Я сейчас такой То есть он Он совершенно не с той стороны Доказательства-то ведет Не отцветка А о том Что он стал хороший А хороший в каком смысле-то Дравится тому обществу Где он находится Четыре срока Отбыл уголовник Грабил людей А вышел Когда его первым Встретили там Новая жизнь какая-то Все Он больше ничего В мире не знает Здесь его кормят Здесь поят Здесь ему дали жилье И жену И попытки мои Пробиться к ним Абсолютно бесполезны Он перешел эту грань А надо было бы Себе возобновить То что По природе Свойственно Богу Душа по природе Христианка Сегодня она по природе Язычница Вот Анферову Братья об этом говорят И он бы тогда Начал искать Я эти вопросы К себе обращаю Ну а ты бы Если так вот было Ничего не слышал Обратился в мусульманской стране И был бы Ты бы пришел к христианству Зная себя Свою жизнь Я бы пришел На днях меня спрашивают Ой-ой-ой Это сколько же вы учились Какие вопросы задают Вы сегодня Отмечаете Я примерно так знаю Что 5-6 университетов Примерно 5-6 Меня один раз пригласили В университете Вести занятия Да я не долго вел Знаний никаких Я не доцент Не кандидат Они меня провели По профессорской ставке Еще какие-то накрутки Там говорится На Номерской премии Я шарахнулся Такая сумма За такой короткий промежуток Кого не спрошу Никто столько не получал Почему? Потому что я это делал Я В духовном плане Оно не мое А Божье Я им сразу сказал Это не мое У меня нет образования Ни духовного никакого А вопросы Вот вы объясняли сейчас И сказали Ну вот Какой грех Под блуд Нету Рассуждение В общем так Широко По Если взять По Симеону По этому По Исаакию Сирианину То вот это будет Или Симеон Новый Богослов Вот твои рассуждения К ним подходит Это два человека И всех святых Я взял Которые Брали такую высоту Что даже Феофан Затворник Или даже Этот Василий их переводил Архиепистка Брюссельский Не решились перевести На русский язык Если перевести Православные люди Потеряют веру Вообще потеряют Почему? Если то Взять то Что они объясняют Ты поймешь И у тебя даже еще Подвижки не было К христианству Вот Поэтому в духовном блуд Можно вогнать все Но все таки Вот как брат Игорь говорит Это физически Буквально А духовно Духовно Относится только Именно в вожделение Не просто где-то Это в духовном плане Она мне нравится Я бы хотел Но Там муж Стоит на пути И проще А пошел где-то в мир Надо Объект блуда дойти А если что-то Где-то взял Я хочу Это к воровству Относится А если я хотел Вожделел Но не получилось Духовное воровство Иначе Можно все В один грех согнать Блуд Надо четко Ясно Объект блуда То что вы перечислили У многих его там нету Нигде Нигде нету Дружба с миром Это означает Блудодеяние Я сродился И то что должен Приносить Христу Церковь Я отдаю миру Это духовное блужение С миром Это вот высота Которую ты взял Она не всем понятна Я начитывал Святых Отцов Добротолюбие Я знаю О чем говорю Я говорю Это на физическом уровне Обычно Меня хватает На 40 минут Непрерывного чтения С выражением 40 минут Это много Иногда даже больше часа Считая Симеона Нового Богослова Исаакха Сирянина Я больше 10 минут Не мог считать Учитывая Что я на физической работе Ничем не болею Разум работает чисто Я больше не могу Почему? Мне надо считывать С выражением У меня вся сила уходит У меня рядом Вода Теплая с медом Медовая настойка Я ее пью Мгновенно падаю И ложусь 15 минут Полежал Поспал Поспал В буквальном смысле Я никогда не ложусь А тут ложился И опять встаю Опять Минут 20 хватило Меня снова Опять тоже повторяю Он полностью из меня Всю силу высасывает А говорят А почему? Да не почитай сначала Да возьми на пленку Насчитай Я тебе не объясню это Их называли Ангелы во плоти Или человек на небе Я другой раз читаю их И думаю А может это не человек написал Может ангел написал Говорю что я знаю О чем говорю Я их издавал Златоуз Вот почему мне дорого Потому что оно близко Вот он пришел Максим Ему как раз Он его поймет Любой с улицы поймет Как Феофана Затворника Любой Такой язык ему Грубовато Мужской язык Понятный Поэтому вы нигде Не пренебрегайте Кто что сказал Он сказал Он сказал вот сейчас Ну Его разбить очень легко К блуду то не относятся Но по высочайшей шкале относятся Он сам может Я не понимаю Что сказал Я сам удивляюсь Что я там заговорил Он сам удивляюсь Что заговорил Своей гениальностью Духом святым Бог делает так Симеон Новый Богослов Он где жил Симеон Новый Богослов Может быть там неудачный перевод был Не надо А он где жил В такой стране Люди переводчики Какие были тогда Они владели языком тем Как родным Альберт Швейстер Его спрашивает Мать француженка Отец с немец А какой родной язык Он не знает Он одинаково владеет Он подумал Наверное тот язык На котором я во сне разговариваю Это никто не знает Меня спрашивает Вот вы говорили Я о Златоусте могу сказать Самый высокий у него Это самый плодовитый святой отец Это пятый том Толкование псалтыри Это на высочайшее Во всей мировой литературе У меня спрашивают А самые лучшие ваши пропыни Когда были? Во сне Вы бы по сне послушали Что я говорю Сегодня у меня Какая аудитория была Кто-то бы записал Сколько людей Перед кем я говорю На каком языке У меня все обновляется Я все забыл На немецком языке проповедную На английском А спроси Проснусь Я уже все забыл Это Бог делает так И у меня такая тоска И все время Я как бы вижу Евстигнеева Он мне помогает сейчас Я о нем начал молиться даже Ректор Алтайского государственного Технического университета Там 21 тысяча студентов Его любовь ко мне Была какая то Необыкновенная Даже Ну так не было Совершенно незнакомый Я то ему кто Ну знакомый да У него профессорский состав Одни профессора сидят Огромный кабинет Ему мощь А я сяду перед дверями И кто-то к нему заходит Опоздаш И дверь открыл А он то председатель И он меня увидел Он сразу поднимается Дверь открывает Заходи Чтоб меня представить Профессорскому составу Это кто? Вы знаете кто? Я преклоняюсь Перед этим человеком Обнимет и поцелует Это вещь невероятная Это что-то там было Я еще тогда даже не понимал Почему он во сне И он как будто мне Место назначает Где-то занятия вести Второй университет Я всегда хотел На 2-3 университета работать Я не могу найти То вход У меня люди Глянут там Все за людьми Но это не Вадим Я должен Три раза В разных местах Вести занятия У меня сны Совершенно необыкновенные И в другой раз Допишу их Какие люди пришли Я объясняю Какие были Эти люди Какие Как они из себя выглядят Я выглянул Что они говорили И как я направляю И не могу Вспомнить Аудиторию Номер аудитории Не 410 только Вторая Третья Там Университеты какие Почему Я этим живу И во сне Она все это Наворачивается Мне А тут на Илоне Мне 5 минут И заснули Вот сейчас Два брата Как бы Были в оппонентах Друг другу Один говорил О духовном Другой говорит Что это будет На физическом уровне Я говорю Как бы Не перебивай брат Будет тебе дано Слово еще Он на 100% Прав Я говорю о том Что Игнатий Иванович Пытался Как бы Примирить Эти две позиции Но я хочу Напомнить Что мы читаем Евангелие От Матфея 5 глава 2 стих И посмотревший На женщину С вожделением Уже согрешил Своем сердце Это как раз Говорит о том Что грех Он Физическое И духовное Умственное Наше восприятие Они не разрывны Между собой Как душа И тело Между собой Не разрывны И надо Благодарить Апостола Павла За то Что Когда он Обращается Вот написал он письмо К Каримфинам Но это письмо И к нам Поскольку мы Осознаем Что Слово Божие Живо и действенно И оно написано И к нам В том числе И нас И нас предупреждает Упреждает Упреждает Нас В несовершении Этих подобных Грехов Которыми Страдали Эти Верующие Христиане В этой Общине Каримфской Он Он с разных Позиций С разных Сторон Один и тот Бог Возник Господа Ибо Апостол Говорит Так Нисходя К ним Как Младенцам И поскольку Об Отце Как Источники Все Единодушные Имели Самые Высокие Понятия То И Воскресение Относит Апостол К Отцу И объявляет Что И нас Он Воскресит Ибо Как Он Воздвиг Главу Нашу Разумея Христа Так Воздвигнет И прочие Части Тело То есть Нас Далее В подтверждение Своих Слов Присовокупил Силою Своею Как Бы Так Говоря Не Усомнитесь В том Что Говорю Ибо Сила Божия Совершающая Великие Дела Исполнит И это А что Воскресение Христов Относит К Отцу Как Виновнику Это Видно Из того Что Говорил Господь О Самом Себе А что Он Говорил Иоанна 2.19 Разрушьте Храм Сей И в Три Дня Воздвигнут И еще О нем же Написано Что Он Явил Себя Живым Деяние 1.3 И так Хотя Он И сам Воскресил Себя Но Это Дело Приписывается Отцу Как Виновнику Да Ну И Евангелие От Иоанна 3.36 Написано Что Господь Гневен На Нечестивцев А Бог Отец Причем Об этом Именно Говорится Я Сегодня Причастник Я Уже Заранее Знал Что Будут Искушения Очень Большие Сразу Ж Это Абсолютно Закон Такой Приготовься В сердце Своим Искушением Вот Крещение Которое Люди Принимают Дома Начинается Гонение У меня Сразу Начинается Искушение Притом Искушение Эти Могли Быть Вчера Могли Быть Послезавтра Могли Через Неделю Быть Но Не Именно Сегодня Именно Здесь Я Был Не Впасть В Искушение Если Не Выходил Отсюда Я Иду За Человеком Запереть Ворота Приезжает Машина Ну Вот Так А Почему Дьявол На чем Подлавливает Со Мной Не Сходится Я Прочитал Однажды Апостол Апавла Никому Ничем Небудь Идоже Кроме Взаимной Любви Близкие Мне Люди Ближе Некуда Говорится При Теле Моем Оказывается Они Давным Давно Кому То Должны Где То Что То Занимают А Мне Не Говорят А Так Как Мы Одно И Тоже Это Падает На Меня Я Случайно Узнаю Вдруг Занимают У кого Там Место Хранят Какие То Вещи Хотя Более Богатого Чем Я Трудно Найти У На Тринадцать Соток В Центре Города Пять Складов Складов Настоящих На улице Одноэтажных Два Больших Знания Вполне Достаточно Я Принимаю Людей А Получается Мои Близкие Люди У кого То Где То Занимают Место Это Меня Просто Опрокидывает Буквально Что Вы Делаете Я Сразу Думаю Это Сегодняшний День На Сегодня Он Приготовил Мне Закуску Дьявол Он Знает Что Я Обязательно Искушение Почему Не вчера Это Было Почему Не год Назад Почему Не Три Четыре Года Назад Когда Все Там Было Уже Занято Чежие Люди Хранят Фактически Ко мне Относятся Занято Место Никому Ничем Небудь И Должны Кроме Взаимной Любви Я Стоял На Исподи Когда Были Я Смотрю Вы Стоите Все Тут Были Где-то Я Как-то От чего-то Отрывали Жертвовали Мне Надо Каяться В этом Опять Подумаешь Господи Да Это Же Любовь Твоя И Бог Просто Показывает Это Даже Ты Забываешь Расходишься Вот Я На Исподи Собрал Вместе Ну Я думаю Я Рядом Я Позже Всех Подойду К И Я И вижу Стоят Передо Мною Не Один Десяток Людей Больше И Перед Всеми Я Должник Я Должник Но Те Люди Они Не Понимают Что У них Должник Такой Рядом А тут Другое Совсем Физические Вещи Хранить На чужом Складе В чужом Гараже Это От Сатаны Это Не От Бога Это Нарушение Прямой Заповеди Никому Ничем Быть Должен Я Под Помните Кто Помогал Здесь Копать Подвал Ну Поднимите Руку Вот Смотри Сколько А вы Еще Не Помогали Вас Не Помогали Вытаскивали Землю Здесь Не Таскали А Кто Таскал Все Таскали Не Ну Причем Это Старая Здама Всего Четыре Человек Комбинат И Сколько Мы Здесь Вытащили Земля Потом Кирпичом Обложили Столбы Поставили Потом Сделали Сусеки У меня 12 Моги Хранить Я Варенье Картошку Морковку Капусту Что угодно Можно хранить Вы помните Как я все время Ну кто-то Где-то Нашел Вы Не Должники Потому что Вы все Работали И Прочее И Я Кому-то Пошел Когда У Самого Я Могу Здесь Загнать Сейчас Не Один Самосвал Большой Вагон Могу Погрузить Сюда И Вдруг Мои Люди Ходят У Кого-то У Ужасно Я Не Знаю Как Но Мне Это Тяжело Тяжело Что За моей Спиной Рядом Живут И Делают Вот Такое По Рукам Бьют Под Моги Кидают Чурки Этого Нельзя Делать А Что Делать Сказать Мне Потому что Ты же Мой Человек Рядом Ты Скажи Бог Усыновил Такой Порядок Дай Хлеб Насущный А Я Не Молюсь За Ем Правильно Но У тебя Нет Благодарности Богу А Чего Бога Вот Это Разница Я Выпросил У Бога Выпросил У Меня По Другому Все Работает Я Никем Перед Кем Не Должен Я Благодарю Бога Понимаешь Ты Или Нет В Чем Дело Я Выпросил Это Здание У Бога 11 Шел Суд И Это Не Мое Бог Сдел Так Прокурор Край Мэр Города Все Участвовали Чтобы Представитель Крайового Суда Это Все Генералы Одного У меня Такое Сокровище Я Сразу Обиходили Сделали Молимся И Сказал Пользуйтесь И Подписал Его Другим Людям Но Мне Тут Ничего Нет И Друг Мне Оказывается Сбоку Подставляют Подножку У меня Это Просто Это Тот Самый Удар Сильный Который Мне Тяжело Переносить Это Хуже Физического Я Не могу Быть Никому Должен Это Нельзя Делать Мне Я Должен Быть Безукоризненным В этом Плане Я В Америке Был Сколько Ездили Они Сердились На Меня Я Ни Одного Мороженого Не Съел На Скирвана Не Заменил Не Потому Что Я Такой А Потому Что Это Моя Жизнь Это Моя Жизнь Я Другим Я Делают Незавязываемо Где-то В долгах Подъезжает Машина Разгружает Вещи Нельзя Этого Делать Дмитрий Степан Слово Давай Физнотих Я Вас Смогу Утешить Только Словами Враги Ваши Домашние Да Поэтому Я Себя Только Этим Тешу Что Враги Домашние Кто Мне Может Сделать Где-то За Пределами Только Дома Так Что Вы Как-то Примите Это Потому Что Так Господь Сказал Ну Не Перегорело Еще Я Только Сейчас Переглаз Глотаю Я Не могу Проживать Годами Все Это Было Я Не Знал Что Делается Одно Утешение Господь Нам Дал Что Враги Я Не Должен Никому Быть Должен Я Должен Учись От Этого Вот Казалось Вы Прочитали Стих Бог Воскресил Господа Воскресите Нас Силою Своею Какое Отношение Имеет Этот стих К предыдущему Размышлению К предыдущему Стеку К тринадцатому Да Однако Имеет Тем не менее Вот Здесь Нам Нужно Понимать Что На Голговском Кресте Божество Не было Распито И Бог Не страдал Бог Человек То есть Человеческая Плоть Господь Наш Иисус Христос Воплотился Понести Грехи Всего Мира Чтобы Пролить Пречистую Кровь И Мыть Все Грехи Всего Человечества И Конечно Иисус Христос Сам Себя Воскресил Но Здесь Дается Место Отцу Как Виновнику Так Поясняет Нам Фессилак Бугарский А Следующий стих Разве Не знаете Что Тела Ваши Судь Члены Христовы И Так Отнему Ли Члены У Христа Чтобы Сделать Их Членами Блудницы Да Не Будет Как Любит Апостол Павел Такие Вопросы Задать И Тут Такой Ответ Сразу Разве И Никак А Здесь Да Не Будет Толкование Опять Обращается Прежде Предложенному Увещанию Относительно Блуда Между тем Вооружает Слово Своё Великими Ужасами Не Сказал Соединить С Блудницей Но Что Ужаснее Сделать Членами Блудницы В самом деле Кто Не Ужаснется Слыша Слова Эти То Есть Отторгнуть Членов Христа И Сделать Членами Блудницы Слово Никак Переведи Как Это означает Слово Никак Какой Смысл Никак Здесь Нет Предыдущих Предыдущих Хотя бы А то Прошел Дальше Никак То есть Ну Значит Никаким Образом Не будет Так Как Предполагает Он Без Вариантов Без Вариантов Да Интересно В других Переводах Это звучит Бог Запрещает Слово Никак Там Перевод Сделали Бог Запрещает Правильнее Не то Что Правильно Но То Самое Усиливает Я Удивляюсь По-английски Написано Приблизилось Царство Небесное А по-английски Царство Небесное Под рукой Можно Еще Добавить Ну Я бы хотел Добавить Здесь Вот Как-то Мы Привыкли Все Что Непочтение Такое Все Как бы Непочтительное Все падает На сестер У нас Чуть Четок Сразу Это Сеострым Жены Ваши В церквах Пусть Молчат Ну И так Далее О сестрах Ничего Не говорится Одни Братья А вот О упоминании О блуднице А не О блуднике Написано Тут Это уж Точно Прям К нам Падает Ну И так Оно И есть Блудилищные Дома Если Скажешь Блудилищный Дом Но Это Ты не О мужиках Разговор Ты ведешь Правильно Да Женщинах Значит Что Не Сами Как конник Которого Нужно Обуздывать Уделами И Говорит Мужи Каждый Ржег На жену Ближнего Своего То есть Это отношение И сразу Братьям Надо Здесь Задуматься Это Конечно И сестер Касается Но Однако Написано Блудницу А не Блудников Хоть бы Так Поставили А дальше Будет Так Поставлено Следующий Стих Следующий Так Вот Следующий Стих Правильно Брат Придук Какой Преоницательный Я сам удивляюсь Шестнадцатый Стих Стало Твориться Или не знаете Что совокупляющейся С блудницей Становится Одно Тело С нею Ибо Сказано Два Будут Одна Плоть Толкование Показывает Сказанное То есть Каким образом Члены Христовые Делаются Членами Блудницы Через Сообщение Говорит Мужчина Делается Едино С блудницей Потому И члены Его Которые Были Членами Христовыми Становятся Членами Блудницы А сестрах Не упоминают Тут я думаю По скромности У вас До часу Еще Еще 15 минут 17 стих А соединяющийся С Господом Есть Один Дух С Господом Вот Такой Короткий Стих Противопоставление А соединяющийся С Господом Есть Один Дух С Господом Смотри Толкование Смотри Как И самыми Наименованиями Блудницы Христа Продолжает И усиливает Обвинение Говорит Что соединяющийся С Господом Делается Не иным Чем Как Духом Выделено Ширным Шрифтом Так Как Не совершает Ничего Плотского То есть Становится Духовным Ибо Единение С Господом Подает Ему Освящение Духа Показал В этих Словах И то Каким Образом Верные Делаются Членами Христовыми То есть Чтобы стать Членами Христовыми И чтобы Мы были Членами Христовыми Членами Тела Христово А тело Христово Что есть Церковь Церковь Православная В основу Которую Положено Краеугольным Камнем Тело Христово Иисуса Христа Распитало На Голгофском Кресте Понесшего Все грехи Всего мира Да Как бы Вопрос Такой Может Не вопрос Ну отвечать Можно Не надо Я думаю Потому что Не ответить На него А вот Адам Прежде чем Ева Ему Господь Сотворил Из ребра Создал Он же С Господом Был Один И Вроде бы И трудился И дано Там его Было Что-то Из зверей Называл Именами И вот Все звери Подошли Но не нашлось Помощника Равного Ему Не смог Господь Такое Создать Для человека То ли Человек Такой Был Уже То есть Такое Создание Неудобное Знаешь Как шар Его И так Возьмешь И так Без ручки Никак Его Не унести Вот так Тяжело Во так Вообще Не возьмешь То ли Потому что Уже Нужно было Именно так Создание Это Венец Творения Создать Да Но мы Священного Писания Не знаем Что Было Потребно Адаму Еще Дополнительно По-моему Адам Имел Все Он имел Общение С Богом Он Ему Предназначено Его Дело Он Исполнял Так Как Нужно Я думаю Что это Произволение Божие Потому что Господь Решил Что нужна Ему Еще Помощница Ну и Сотворил Ему Помощницу Однако Все это Домостроительство Божие И Часть Это домостроение Божие Она Сокрыта От нас То есть Это Останется В Тане Почему Господь Создал Помощницу Адаму Я думаю Так Ну Потом Господь Что сказал Что Адам Там ходил Все правильно Нехорошо Быть Человеком Одному То есть По-видимому Что-то В Адаме Уже Может быть Были Какие-то Или наклонности Или что-то Ведь воли Он у него Не отнимал В то время У Адама Вот в чем Речь Да И Слова Нехорошо Быть Человеку Одному Значит Одному То это Блохо Тогда Нехорошо Блохо Было Адаму Ну да Львы Звери Лошади Там Он что-то Там Скакал На конях Может Там Резвился На слонах Или что-то Там Ну Нехорошо Почему-то Слон Блохо О чем Женой Говорить Языками Зацепиться Вот именно Что Может быть Только Из-за этого Нехорошо Быть Человек Вознал Да Улетит Павловна Ну Бог Наверное Предусмотрит На потомство Довольно У людей А Ну да Это правда Вот Для этого И создан Прежде Когда сотворил Господь Там Древа Травы Он говорил Что Плодитесь То есть Они должны Были Но Он дал им Возможность Размножаться Это ответ Кстати Наверное Это и правильный ответ Потому что Потом После сотворения Он сказал Плодитесь Размножайтесь А теперь В нашем Мирском понимании Блудите И наслаждайтесь Объявление Я закрутился Сегодня Кто-то просил Чистую пшеницу И кто-то Привезли Привезли От матушки Пшениц Оставить И не объявили Ничего Это надо было Сегодня Уже разобрать Игнатий Послушай Я же тебе сказала Это Василий Заказал И ему Привезли Вот он Здесь Одному Он заказывал Два мешка Я уже сказала Зачем всех Обещать Я не знаю Так а зачем Всем Ну успокойся Чего тебя Как шилом Ткнут Ну маленько Постыдите Просто немножко Умирать Я все равно Будем Вася Ты заказывал Кого заказывал У кого заказывал Кто должен был Привезти Ничего Не знаю Я не знаю Кто Привезли Ну кто должен был Дать тебе Кто должен был Дать Ну спросите Кто должен был Дать Матушка Здесь Была Они Разговаривали Матушка Говорит Я тебе Передам С Игорем Барабаш Передам Тебе Пшеницу И вез И она Это Исполнила Зачем тебе Пшеница Кушать Он ее Ест Распарит Ну как Ты пшеницу Кушать будешь Ну как Ну ты же Не голубь Ну как Ты ее Рушить Будешь Или как Кажу Варить Голубок Кашу Из пшеницы Варить Из плюц Ну так делают Ну что Самая натуральная пища Самая натуральная пища Кто варил Из пшеницы Знает Что будет Так варил Ну явное дело Что в нужде Большой Так Ты когда Заберешь Отсюда Все заберешь И овес твой Мешки все вернуть И овес тоже Мешки Тару Тару Как же сказали Мне приехали Сказали Одну Антонина Заказала Другое Другое Мне то дали Другую информацию А овес очищенный Или нет Нет В общем так Присвидетели Что это все Четыре мешка Это твое Ничего себе Значит забрать сегодня Меня больше не страшно Здесь крестьянник Устраивать А Весь же полмешка Не по мешку По полмешка Ну это твое И ты берешь А тару вернешь Матушке Значит никто больше Не заказывал Когда Игорь разгружался Он сказал Что тот-то Тот-то Там перечисляет Кто-то Я поэтому Я должен был отдать Кому А я просто Сегодня Промотался Тут Значит забрать Вывести отсюда Если что Заказываешь Только через меня Ты батюшка Знаешь Что ты заказывал Ну что Четыре заказывал Ну вот Надеюсь Да она же не муж Батюшка муж ей У нас устав написан Никаких ни сделок Ни дел С женами не иметь У которых мужья есть Без разговора С мужьями Это нарушение устава Ну я не знал Ну не знал Теперь ты знаешь Эту пшеницу Как съешь А следующие заказы Только через батюшку Все У меня свидетелей Много Так А вес-то зачем А вес-то зачем Ну здрасте Потому что я заказала ведро овса Тоже сам мне привезли И весь пост Я буду вам варить Вот эту Что и раньше Не надо Овс Не надо Я сама Заказывай Ну спокойно Чего тебе так Убинтить-то Все эти дела Да потому что С утра Да потому что Это вес-то Вы не можете понять Дед в демон Ты никогда Не вывезли Сколько ему овса отдать Не выходя отсюда Сейчас распределяй вес Живешь рядом Знаешь что привез И неделю стоит А здесь мыши Крысы бегают Здесь кошек-то нету Это мое Ну и мышей приваживаете Берите-варите Нам это не надо Нами прикрывается еще Нам еще надо Мы сами достанем Маленькие у нас не имеют Только вот Уже на побегушках Будут всех запрягут Этого делать не надо Надо самому все делать И самому доставать Самому оплачивать Чтобы никому не быть должным Это надо Совести иметь Мы едем Берем сейчас Что-то Приносит Зернышки Привезла там Кедровая Мы едем в пути Нам не готовить За рубежом Нельзя ничего Мы на сухую Питаемся Вместе с целой И поэтому Ну эта обстановка Показывает Что мы должны Что-то иметь Там наложили нам Кураги Инжир Там еще такое Все Сушеный Виноград был Давыд когда был детский Откусия все принимал Верзели Помогал ему Тут не может Разжевать А там Пшеницу Я прошу Ничего не делать Без моего ведома А это не труда А когда говорили с тобой Следующий стих Бегайте в луда То есть Избегайте Что-то Что-то Скажи Почему Павел Так строго Говорит о блуде Кому он это пишет Коринфянам пишет Коринфянам Вот Иннокентий Вениаминов Митрополит Север Просветитель Северных народов Насколько они Любят Бога А всех грехов Наверное Отстают Кроме одного Блуда Ну знаете Побег из ГУЛАГа Когда он сбежал Немец один Он побежал на север Знаете Видели как А потом вернулся Ноткнулся на этих немцев Которые живут Комседала Первым делом Он своей дочери Муж Муж ей дает Чтобы она с ним переспала Он раненый И она ему Вино во рту Ему в рот наливает Делает Приговаривает И теперь Когда сын родился Он его носит Он знает Он ее подсунул под него А теперь он сына держит Все его поздравляют Это мой сын Улучшение породы Они вымирают Но это изыщики И все правильно Вынужденная мера Вот там конкретно показывают И поэтому он им пишет О буквальном блюде Бегайте То есть Есть грех С которым надо бороться Есть грех На который надо нападать А есть грех От которого только надо Нельзя оборону даже держать Только отступать надо Вот это единственный грех Перед которым надо отступать Бегайте от блуда Как Даже не переходи Где ты сблудил Не ходи той улицы Не встречайся Не переписывайся Тебя потянуло туда Там ты утонешь Знакомство Переписка Интернет Это все одно и то же Не ходи даже по той улице Не заходи в то место Ну бывает что-то где-то гнев Гнев где-то Я перемогу это дело Направлю его Накорми и напои врага И ты соберешь горящий углер При блудении Не надо никакой борьбы Никакой Не поможет Ничего не поможет Ну фильм Кто видел Последнее Наполеон Да Новая экранизация Когда она Он ее уже отверг Она ему блудит И она не уходит Перед дверями Орет стоит И все Он опять принял ее Орет Ну а как Вот Хороший поставили Заново сейчас Вот этот Этот депардет Приехал Он главную роль играет Распутил Граф Граф Монте-Кристо Да И опять тоже Ему идти На дуэль Расстрел Он тогда прибежал Еще с блужуна И пошел на дуэль Я знаю что меня убьют До этого Говорил как целомудренный мужчина Переоделся Подре Договорился со священником Его все считают за священником Он ее исповедует Исповедует И говорит А губы у тебя какие сочные Назначает ей свидание Демона Вот и все Он мог переодеваться Перемейкровать А на самом деле Он никакой был И помните Когда он с ней расстается Уже Ну явно дело Что он Первую свою любовь ту нашел У ней муж теперь С собой покончил И они сходятся И он от нее уходит Она виновата Она сильно к нему желала И она говорит Ну ты же мне должник У него деньги море Сундук И он Деньги Деньги мне не нужны Он говорит Я долги все заплатил Не об этом речь Ты должен мне Ну называй свой долг Ты это все делаешь Что делаешь Чтобы отомстить Так она говорит Теперь делай по любви Как Господь заповедует И он тогда сказал Это самое трудное Что мне досталось Заповедь такая То есть он все делал Хитро так Чтобы отомстить всем Которые посадили его Которые он сидел И всех подвел Сам не своими руками А так события складывал Что они должны были С собой покончить А тут уже Вот от Депардия Здесь превосходно играет Жерара тут Сейчас-то наверное Не знаю Об Жерар Сейчас новый фильм Наш русский поставили Называется Фаворский 12 серийный Тоже На это же перекладывается Только наши события Там Литву показывают Как раз Все как будто в тех местах Ну я не к тому сказал А к тому что Бегать ему Всякий грех Какой делает человек Вне тела А блудник Грешит против Собственного тела Ну а пьет-то где Пьет-то тоже тело Отравляет И курит против тела Наркотики против тела Павел-то тогда не знал Разве этот Писал-то Еда тоже против тела Ну чрезмерно Дело в том что Вино ты выпил И завигнул И больше нигде нету А это единое тело Всевогодие против тела Да, брат Волк 25 килограмм Едать за раз Ну что ты А что это волк Давайте коснемся К этому Священному писанию Возьмем Вот возьмите Авраама Сестры Все помните Да Была жена Которая уже Все засохла Старая Ну как она считала Роди мне ребенка А наследника Нету Иди его Вот она Агарь Пожалуйста Я ей скажу Она к тебе придет Она кто была Служанка Вообще У него У Авраама Это был блуд Или не блуд С Агарь Но это было В Ветхом Завете Раньше не блуд То есть вот Раньше это не считалось Все правильно Да Но видя Что из этого Выходило потом Царь Давид Возьмите То же самое Хотя Из колена Давидова Пришел Из колена Левина Христос Потомок Давида Правильно же Вот и все А почему Для одних Не считалось Блудом Почему у Авраама Это не считалось Блудом У Давида Это не считалось Блудом Считалось Блуд Считалось До того Нафан Пришел Ну Нафан Это обличал Но тем не менее Он все равно С ней жил До самой Так сказать Старости Считалось Словно Потеряешь Старство свое Ну Сын восстан Это уже потом А у Давида Благословятся В тебе Все племена земные Это Авраама Даже не считалось Этого нет У Якова Тут не считалось И это Третья книга Ездора Объясняли Это единственное Место Не дает Разъяснения Мне другое Интересовалось С первого момента Когда стал Уже знаком Со всем содержанием Библии Почему нигде Не осуждается Вот это Сожительство Лото С родными Дочерями От бесплодия Лечится Одна ночь Полупьяная И обе забеременели Сразу Две родные Дочери Почему Его дальше В Новом Завете Нигде Никто И в Ветхом Завете Никто не судит Ну явно Что ты Не знал Что вино Имеет такие На вино Не худо Уходился Что не знает Что делал Иглад Ильич Ну там же Говорится Перед этим Они думали Что они Вообще Последние На земле Они же Не о них Говорится О нем Я только О нем А о нем Я о нем Говорю Как бы Пострадавший Ну ладно Больше Пострадавший Под пол Никого не найти Самые большие Страдавшие Я сейчас Не понял Меня Тоже Судили Так что Я говорю Про это Яков Почему Не судится Яков Когда Жены Им торгуют Захотела Каких-то Мандрагоровых Яблок И свободно На одну Ночь Отдала Его А то Заблокировала Никак Поела А та Забеременела А можно Еще вопрос Я вопрос Сейчас пока Еще не Кончат Вот там Везде Считалось А у этого Не считается Почему Почему Лота Нигде В Новом Завете Никто Хотя бы Коротко Не делайте Как Лот Петр Об этом Пишет Вспоминают Вспоминайте Жену Лоту Вспоминайте А Лота Мораль Володя Хочет ответить На вопрос Почему Вопрос Потому что Я нашел себе Ответ Нигде У святых Отцов Не нашел Я понял Это узда На меня Если Дух Святой Ни разу В Ветхом Завете Не осудил Вновь За эти Не осудил И мои Узда Должны Быть закрыты За этим Есть Что-то Еще Что Никому Не открыто Вот и все Давыда Осудил Пророк Нафан Пришел И Бог Ему Сказал Что ему Будет Он потрясаемый Весь дом Потеряет А без столом У него Отнимет Дитя Умрет Что-то У него Не будет Это осужденный Грех Там Не осужденный Неужели Только из-за То Что жена Лотова Оглянулась Ну Может Это Не писать В Библии Я тогда Так Уже Втагу Вопрос У меня Именно Библия Все В Библии Слово Божие Но Как я проверю Я обратился В это время Молодой Сильный Крепкий 23 года Я столько Читал В трех Библиотеках Записанных В каком городе В Москве В Плодоленинской Где бы не был И я понял Ни одна книга Меня так Не привлекла Как Библия Сразу же Она ничего Не утаила Можно было О грехе Давыда Упустить Писатели Ну можно было Прищущить Нафана Замри И ни один Сталин Это не обречал Что он там делал И Берию Это не обречали Я понял Библия Ничего не утаивает И она учит Нас этому Так все таки У брата Остался вопрос Не отвеченный Авраам и Агарь Как? Как? Ну сказали же Говори Абачья А что Авраам и Агарь? В чем тут Его вина-то? Там слушайте Господь говорит Жену свою Приказно у Бога Вот она дверь Видишь как У Бога Вот другой план План Это по-человечески Говорят Слово Божие Этого нет в Библии Но это именно так Вот сейчас на Украине Там такая смута С Евросоюзом Вот куда Отделяться от России Им надо оторвать Это планы масонов Оторвать их отсюда Янукович абсолютно прав здесь Но У Бога идет проекция на землю Вот она Растопыленная рука Теперь смотри Ближе 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 к полу Видишь Наконец она сошлась И нельзя ничего сделать Это проекция Божия А можно мы сейчас Будем делать так Что Ну Христос Мирно придет на землю Но теоретически Да Практически этого не будет Но можно так Чтобы Ну евреи Перестали обманывать Всех людей Да и по хорошему Не может быть Им за наряжено это И они выполнят Это Божий план Но в этом Божьем плане Остаток Израиля спасется Люди нигде не говорят Про это И евреи Обирает евреи И евреи спасутся Невавно у меня одна сестра Слышала мой разговор С этим С американцем Артамошин Мы по скайпу Беседуем с ним Уже американец он Но И мы беседуем Такая беседа И об евреях Он там К евреям Неравнодушен А наша сестра Послушала Одна и говорит Дрался с ними постоянно Я увидела Как вы любите евреев Я говорю Я никогда не скрывал От ее любви К этой нации Я каждый день За нее молюсь Видать это? Вот так Я не только Благословляю Потому что Бог повелел А я Вхожу Как Евгений Евтушенко Я вместе с ним Бреду Я иду Вместе с ними Я вместе с ними Распинаюсь Вот Над бабьим Яром Памятников нет Сухой Обрывка грубая Над гробью Сегодня столько лет Как самому Вересскому народу Он пишет Вот Я когда Услышал от еврея Это техотворение Я заучил его Это я вместе с ними иду Да ты русский Я полюбил этот народ Я от него получил Библию Которая полностью Изменила мою жизнь Она уничтожила все Что С чем я боролся И не мог победить Библия сразу во мне Выжгла все до основания Это благодаря И еврейскому народу Которому верено Слово Божие Великое преимущество Быть иудеем Во всех отношениях Во всех А наипаче Вершиной всего Что им Бог верил Сколько литературы Сколько поэтов Писателей Сколько таких Мудрецов Как Лев Толстой Но Слово Божие Верено только им И Лев Толстой Оттуда берет Эпикарху И себе берет И Святой Библии Которую не признает Она пленила Мое сердце Как невеста жениха Это тот народ Который Вот я смотрел Как расстреливают Ваби Яры Как подводят Документально снято Все это Это ужас Но это назначено Этому народу И где бы они ни были Их принимают хорошо По хорошему Короткое время где-то Их опять изгоняют Почему? Они делают так Как ни один народ не делает Они начинают угнетать Перекупать Рабами всех буквально делают И гонят не за Богу угодные дела Но Здесь надо остановиться Бога избранищество Их Оно не окончилось Да это не Бога избранного Сатана избранный Ты за всякие слова ответишь Бога избранищество Иврейского народа Не прекратилось И ты можешь Об евреях говорить Что хочешь Как угодно Не проклиная их И понимаешь Что это в Божьем плане Спасение Одна единственная нация В мире Которая не поддается Ассимиляции Вообще никак Все народы Стараются себе приобретать Обрезать больше христиан Евреи наоборот От тебя всех отталкивать не надо Они в свою среду Никого не пускают Они установили Законность еврейского происхождения Там по женской линии Объясняют все Это нигде нету Ну кто откажет А к нам пришел человек Пожалуйста сиди Вот она пришла Вот она сидит Пожалуйста Я к евреям сейчас приду Нет Нет Они будут проверять Мои корешки кошерные Вот товарища Ленина Ульянова Они примут Потому что там Где ты Даша говорит Кто они откуда Все эти бланки Соберутся Там на другом Бланке напишут Фаина здесь выясняла Кто еврей Кто не еврей Тут ходила Физиологически Потом Расспрашивала всех Даже она неправильно Рассуждает Но у нее дух один Ему евреям Одно задание Правильно-неправильно Чтобы евреям Плохо нигде не говорили Она ничего не понимает Евреи они мудры Никакой мудрости В них никто не находит Потому что они Друг другу Помогают где-то Но тебе Зачем это знать Мне прислала Материал Артамош В английской газете Не английской Канадской Одна написала Еврейка Про еврейский народ Очень хороший Сильный материал Но я говорю Что из этого Вывод то какой Ну ему Я ему говорю Ты что говоришь Александр Николаевич Совсем согласен я Но он остался Еврейским народом Я по-прежнему Стою склонив голову И скорблю Об этом народе Которому Бог Во плоти явился Пастухи еврейские Увидали Но он Христа-то не ругал Не-е-е Что-то Так а вы знаете Что песня Товарища Ему посвящена Которую я пою Ну да Ну вы возьмите Послушайте ее Слова Ну главное Что он пришел Второй раз Второй раз Опять вышел И что вышел то Вы мне понравились Хитрая лиса Очень Злобная Бусается Аккуратнительно Я то ему Главное говорю Это очень хорошо О Боге И я тоже с ним Поговорил о Боге Теперь хорошо Что он на вас вышел Ему не хватает общения Он все Со мной хочет Продолжает дальше Уже два скайпа Мы записали Выставили Но вы только не давайте Христа хулить А то он там такое Вытворяет Нет Нет Я поэтому Марина-то услышала Наш разговор Немного И у ней Родились эти слова И написали На музыку Товарищ Вот эту песню Вы обязательно прослушайте Что потом Его можно было сказать Надежда Ивановна Можно Да Вот насчет Этого Аарона У меня тоже вопрос Игромчик Лож Аарон Аарон Значит Что сделал Брат Моисея Он Значит Разрешил Евреям Строить Золотого Тельца Даже не то Что разрешил А он Сам Указание И после И после Этого Убили Тех Кто В этом Участвовал Аарона Нигде Никакого Обвинения Нигде По Аарону Все правильно Мало того Его назначили Священником Потом Как Это Может Быть Как Может Быть Почему Он Это Сделал Ты Нет Я вопрос Затаю Ты Можешь Ответить Ты же Муж Ее Вечерком На тебе Пудру Дело В общем Есть такой Фильм Моисей Вам надо Еще раз Пересмотреть Его Видели Когда Начинается Резня Он Посылает Он Только Стоит Вот Так Вот И Когда Бог Говорит И Мариам Все Становятся И Бог Уста Всех Вкладывает Один и Те Же Не Прелюбодействуй Это Время Вихрь Буря Опять Из Злослов Отца И Мать Никаких Средств Информации Не Было Только Криком Голосом Можно Было Достичь И Бог В Это Влагает В Уста Вылетают Эти Слова И Когда Бог Дает Слово Несется Луч Как Лазерный Вокруг Скалы На Скале Плавится Все И Буха Первая Написана И Оплавляется Вис Камень А Они Собирались Уйти И Моисей Вернулся На Пустое Место Кабаня Арон У него Главное Это Здесь Было Задержать Народ Пока Они Делали Пока Что Было И Он Говорил Ждать Надо Вот Смысл Какой Заложен И Благодаря Этому Моисей Пришел Когда Встали Были Люди Ликовали Иначе Он Вернулся А люди Ушли На расстояние Которое Ему Не Пройти Никогда Он Задержал Его Он Не Прав Его Не Оправдывает Ни Церков Никто Но У него Была Цель И Это В конце Концов Остановило Кару Над Ним И Он У него Не Было Мысли Вернуться Это Тельца Сделаем Тельца Который Вывел Нас И Который Приведет Обратно В землю Египетскую А они Выше Навсегда То есть Опять Увести В рабство А он То Этого Не Хотел Сделать А Задержать Их Никак Нельзя Было Потому Что Он Остался Без Моисея Жезл Там Чудо Сотворить Не Может Поразить Не Может Его Никто Не Слушает Только С С Ливийным Коленом Ему Надо Было Дождаться Чтобы Пришел Мститель Кратчайший Еще Можно Добавить И Он Выполнил Эту Задачу Еще Добавить Можно В Толмах Давида Я Сейчас Не Помню По Моим 105 В 105 Написано Что Дафан И Корей Согрешили Против Аарона Святого Корей Дафан Против Аарона Святого Прям Так Написано Или Даже Святого Господня Вот Так Написано Он И Задерживал А Они Вожди Того Народа Дафан Аарона Коря Они Поднялись И Никак Не Поэтому Ладно Делайте Делайте Пока Не Делали Пока Отливали Пока Были Теперь Торопиться Не Надо У нас Есть Кому Поклониться А в Это Пришел Моисей Что От Этого Слав Все Разбил Растер И Этой Водой Золотой Воду Рассыпал Напоил Их Тошнил И Неделю Выворачивало Это Самое Сильное Рвотное Средство Тут Еще Вот Что Так Что Да Аарон Виноват И Очень Виноват И Не Войдет В Обитовную Землю Но У него Была Цель Именно Такая Плохими Средствами Достиж Желаемого Ну И Игнать 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 Ковчеги Завета Надо Не Забыть Что Миндальная Растекший Посох Аарона А Никого Не Ааронопосох Там Ковчеги То есть У каждого Вождя Как у Епископа Были Палки И И Решили Собрать Вместе Ну Все Стали Сухие А Его Жезл Сухой Он Пустил Ветли И Яблоки Цветы Яблоки К утру Висят Ветки На нем И На нем Яблоки Рассветшие Плоды Принесшие Корни Видать Пустил Куда Корни Когда Лежат На столе Ну Игнать Тихонович Вот В бывшие Времена Да И сейчас Священники Нейро Московской Патриархии И так И скажем Вот ваши Зарубежники Сбежали После революции А мы Тут Остались Чтобы Сохранить Веру Православную Храмы Сберегли Вот Тебя и Орог Я слышал От Войтовича Это Так вот Я говорю А мы Страдали Я говорю Где страдали По курортам Ну Ну Это Как Это Мы Те Которые Страдали Остались Они Все До единого Погибли В Гуладе Все А это А те Которые Сергеянцы Сталинско-Беринско-Патриархия Комуня Примасывали Те Которые Остались Они Все Уничтожены Ни одного Нету А мы Страдали Я говорю А как ты Страдал Первый Секретар Рейкова Партии Не мог Ездить Туда Куда Ездили Попы И за Границей Везде Войтович Был Везде Выход Был Вот Хорошо Об этом Невзоров Говорит Когда У него Слив Информации Здесь Сидит Настоятель За столом А он Мальчишка Считает Журналы И видит Что они делают Это Харчев В журнале Огонек Подробно Написал 100% Все Щекисты Определенные Воинские Звания У них Они Срадали 100% Все До единого Все Сексоты Все Ставники Через КГБ ЦК КПСС А как бы Зарубежные Если здесь Были Откуда Мы знаем Как Может быть То же самое Было бы Но Однако У них Хватило Воли Уйти Ну да Так а и вы Беглецы На этот Златоуз Говорит Великий Беглец Бежит С Вифлеема В Эгипет Образец Гонят В одном Городе Бегит Второй Это Они Не понимают Или Бесстыжо Врут На своих Братьев Законных Так А не Получается Что мы Одного Возносим А другого Топчем Так На нас Они Положили И тянут И тянут Нужно Вести Очень Аккуратный Разговор Тонкий Я не знаю Что они Так Помнишь Сидели Здесь Двое Два Благочинных Пришли Обещение Погиблов Михаил Был Новоалтай И местный Войтович Отец Александр Когда Я сказал Что Ваши Планы О том Чтобы Сектантов Не принимали Совет У Главы Администрации Края Они Поехали Я говорю Не так Надо действовать Не с мусульманами Договариваются Не с евреями Традиционными Как они говорят Ни с католиками Ни с армянами Вообще Не надо ходить Я говорю А Карлин Высокого класса Юрист Старник Путина Против Путина Не пойдет И против Конституции Не пойдет И он откажется От Совета Все так и получилось Так он оттуда Звонил Тут такой Большой Потенциал Я ничего не сказал То есть Они никакие Что тут Непонятно Глава Администрации Известен Это юрист Очень высокого Класса Глава администрации Карлин Александр Богданович Однако весь этот восторг Необыкновенный Затушила всего лишь Одна ваша ремарочка Во втором томе Где было написано Что священники Не проповедуют И все Хватило этого Ну а так и все Однако Ты мне останешься Со мной поговорить Да Отдельно Еще хотела Александра Игорь Ты не смотрел этот ролик С нашим другом Как у меня Бывший товарищ Наш разговор По скайпу Записанный Стоит Я понимаю Я его очень хорошо знаю Один момент Действительно Когда вот начиналась беседа Настроение у него Было такое Высокое Он умный так человек И очень даже Он был антикоммунистом Когда мы с ним вместе Эту борьбу Антикоммунистом Ну да Ничего не осталось Когда Игнатий Тихонович Ему предложил Один говорит Он говорит Я крещеный Но я не знаю Без веры он однако крещеный Он просто не по вере крещеный Ну крещеный Как вот Он на сайт Молченый Заходит Ты Артамошин На сегодняшний Можешь сказать Не знаешь Может пускай он заходит Это хорошо Вы беседуете с ним А для чего я его к вам вел Столько лет И вот когда Игнатий Тихонович Ему предлагает Вот такой вариант Что ну давайте Проиграем тогда Вот такой вариант И предложил Вот я верующий И что я могу Выиграть и что потерять Вот вы Что вы Вот давайте Поменяемся местами Вот это Вот этот вот фрагмент Он настолько сильный И причем Вот Он настолько был Пронизан Искренностью Что Тот слушающий Как он колебался И как то вот он Принимал Вот иногда Володя Показывал его Ту сторону И было видно Что у него Размышления Буквально вот так Вот все крутилось У него в голове Игнатий Тихонович Говорил долго Вот этот момент Говорил много Ему И столько ему Влил туда Что когда И под конец Подчеркнул ему Вы Александр Проиграли И вот это слово Когда вы ему сказали Что вы Проиграли здесь Вот это момент Очень важный И он после этого Вот Володя маленько Его Он там мало Володя показал Мне очень хотелось Его побольше Посмотреть Что вот Реакцию его На это Ну мало Но все равно Торопится И все равно Было видно Он себя почувствовал Мне так показалось Что на вторую беседу Он пришел Маленько уже не тот Второй раз Когда мы разговаривали У него же тех вопросов Не было Он только по еврейскому Вопросу еще нет Как же так Вот к евреям Вы про них все знаете Или там И к ним Даже сами евреи говорят Кто они такие Я говорю Что вы доказываете Считайте У меня все это 23, 24, 25 том Я три тома посвятил евреям По 750 страниц книга 3600 лет туда вложено Ну он тут уже Ничего не оспаривал Ничего Я говорю Вы еще доказываете Все правильно Все Потому что это подтверждено Но Я большое нос ставлю Я-то верю в то Что это Богоизбранный народ Через него Господь пришел И Святую Библию Бог дал Вот и все Это вопрос веры Не доказательств Для меня не существует Что они плохо делают Сделали революцию 100 миллионов Голов отсекли Там Как Достоевский предсказал Мне это Нисколько это не трогают Мы это заслужили Так и пришло Я не обвиняю Ничего Я говорю Внутренне Как вера Туринская площадица Доказана Что она не к первому веку Относится А для меня это не надо Я просто верю И все У меня вера Доказательств никаких нет Я на другом уровне Это понимаю У меня есть такие люди Которые Могли быть уже другими Я много с ними знаю Но я никогда не ускоряю события А он обратился или нет Обращает Бог И сеющий Поливающий Ничто Я должен быть внимателен Ну а что Молишься Не молишься А вот это не надо Бог назначил Метод связи с ним Мне нужно От него получить И я стучу в этом Ты бы знал Сколько мне Заказов Молиться Каждый день И от священников И архиереев И откуда 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 Почему Я спрашиваю Когда к тебе Последний раз Обращались люди Не как-то А прямо Я им говорю Сейчас становимся на молитву Я сейчас Только отхожу И сразу становимся на молитву Считаем И отвечают Там даже сектанты Другие Им это показано Молитва Ничего моего здесь нет На молитву Это что на моего Только слова говорю А я сейчас Я не говорю ничего Просто стою И все Это Бог Артамошину я сказал Мы уже за тебя О тебе начали молиться Александр Ты уже в наших молитвах Уже ты не можешь Быть прежним И просто так Спокойно спать Как спал Ты уже не будешь Молитва тебя будет поднимать Я знаю силу молитвы Мне с ним воевать Не о чем Он говорит Он говорит умно Опровергать нечего Но Только я ему сказал Где я терплю Человек Пока не хулит Христа Не хулит Библии Не хулит церковь А в любом месте Я ему стану на пути Он нигде Ничего этого не трогает Ну Еврейский вопрос Почему нам не пообсуждать Тем более Он мне ничего тут На своем уже не оставляет Надо просто посмотреть Как идет разговор Тем более ты его знаешь Он о себе рассказывает Как на него покушение было Там много что Пришлось Искренне Ну что могу сказать Он сильно повлиял на мою жизнь И то что я здесь сижу Его Ну не прямое участие Но однако Он приложил Где вы с ним повстречались Мы с ним вместе работали На Колыме Он мой был Технический руководитель А потом Параллельно Он может выйти Сегодня даже на меня Может быть У меня нету Препятствий Не беседовать с ним Чтобы Нету А почему Он желает Сам вызванивает Советует Дает материал Я ему Первый раз Сказал Чтобы он Ну вышел Познакомился с вами Еще в 96 Он это поминал Потом Еще мы с ним Постоянно Каждый год практически И сильная у нас Была баталия Как раз Володя Брат захватил Когда мы работали С ним В Сибирском Помнишь Он там часами Названивал И о Христе Он меня Умучил Просто Ну пришлось ему Уже Сказать Что я с ним Он так будет Разговаривать Все Ну молиться Чтобы не отвечать Да Молитесь Молитесь Еще ближе Боже Милостью Будь мне Грешным Создав имя Господи Помилуй Мя Вячеслав Если грешил Господи Прости Меня Грешного И помилуй 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 И святые И святые И святые И бессмертные Помилуй Нас Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И ныне И присвои Во веки Веков Аминь Пресвятая Троица Помилуй Нас Господи Очисти Грехи Наши Владыка Прости Беззаконие Наша Святые Посети Сцели Немощи Наша Имени Твоего Ради Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Благослови Отче Наш Иже Иси На небесе Да Святится Имя Твое Да При Царстве Твое Да Будет Воля Твоя Яко На небесе И на земле Хлеб Наш Насущный Даш Нам Днесь И остави Нам Долги Наши Яко Жи Мы Оставляем Дожьяком Нашим И не веди Нас во Искушение Но избави Нас от Лукавого Ибо Твое Царство Сила И слава Во веки Аминь Аминь Господи Божий Наш Слава Тебе Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешным Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Сававов Вся Земля Полна Слава Твоей Аллилуйя Аллилуйя Слава Вышне Богу На земле Мир В человеках Благоволения Благодарю Господи За день Когда даровал Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидания Суда Божия Благодарю За день Когда даровал Мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов Как наистину Аллилуйя Пресвятая Госпожа Богородица Спаси Нас Молитвами Твоими Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога Мне Греш Благодарю Тебя Ангел Мой Сколько лет Ты Хранил Не Покинев Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И проведи Душу Мой Помытарством Веди Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога Нас Господи Научи нас Жить И в Бедности Имея Пропитание И одежду Быть Благочестивым И довольным И каждому Дар И жилье И укрепи Нас Мужеством Дабы Не страшиться Царей Начальствующих И не Участвовать Бесплодные Делах Тьмы Но и Обречать Святителю Христов Никола Моли Бога Мне Грищ Моли Господа Бога Да пошли Там Все Необходимое Для Благовестия Путешествия Святые Пророки Молите Бога О нас Господи Исполни Духом Пророческим Церковь Твою Дабы День Прихода Твоего Нашего Отшествия Не застал Вас Неготовыми Но Выши Навстречу Тебе С горящими Светильниками Истинной Веры И Сосудами Полными И Добрых Дел Соделанных Духи Святом С любовью Аллилуйя Алилуйя Алилуйя Святые апостолы Евангелисты Молите Бога О нас Святые Мученики Мученицы Молите Бога О нас Святители Христов Молите Бога О нас Засохранит Нас Господь В святой Православной Вере Посети Патриарха Кирилла Епископов Священство Дай им Страх Тво Святой И желание Исследовать Слово Божие Господи Укроти Ярост Лютых Волков Охотящихся За нами Чтобы Посеянные Нами Они Не Коснулись Защити Наши Книги Предстоящие Путешествия Во славу Твоего Святого Имени Найди Нам место Где мы Должны Основиться И сердце Николая Виктора Возьми Твои Руки И расположи Их К этому Святые Жены И Девы Молите Бога О нас Фехла Первомышленница И все Святые Молите Бога О нас Дарует Господь Послушание И молчание Поколилась Галина Екатерина Евгения Надежда 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 Светлана Мария Раиса Лариса Марина Юлия Людмила Прими Нашу Молитву Воздиание Рук Как жертву Вечерней Благухани Приятной Пред престолом Благодати Твоей И сойди Нашу Молитву С молитвой Всех Святых Молящихся На небе И на земле И услыши Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И прими Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам молиться О них Спаси Их Помилуй И прости Все врагам Что они сказали Сделали Против меня И каждого Из нас Да прославишься Ты в жизни Нашей Сохрани Наши Сокровища Сайты Форума Трудящихся Игоря Юлия Демиктор Виктора Гавриила Вольгу Благослови Правителей В этой стране Умудри Их Дай страх Им Твой спятой Владимира Дмитрия Барака Александра Игоря Сергея Николая Это место Защити И помилуй Тебе слава За все Во веки Аминь Аминь Говори Господи Владыка Слушай И ты Слышит Раб твой Аллилуйя Аллилуйя Смерть Божьим Подам Закрывайте Сразу книги Накройте Чтоб Пыль не Показало Надо Все остальное Убрать Вот это Щет Лищно Уберите Чтоб Накройте Слышите На полу